Главные обвинения в убийстве, незаконном ношении оружия и хулиганстве с применением пистолета предъявляются 24-летнему Нагашали Алпеисову. Он находится под стражей и в зале суда сидит обособленно. Второй подсудимый, 20-летний Чингис Бабашев, привлекается по обвинению в групповом хулиганстве. Мера пресечения на период следствия у него не была связана с лишением свободы, поэтому и в суд он приходит без конвоя. Оба подсудимых пожелали, чтобы дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. Сегодня суд приступил к отбору членов жюри. В соответствии с законом Республики Казахстана присяжных заседателей прошу пригласить в зал кандидатов для отбора жюри присяжных. Из почти 30 кандидатов некоторые заявили о самоотводе, в том числе в связи с незнанием государственного языка, на котором будет рассматриваться процесс ночного происшествия. 19 июля прошлого года возле клуба «Москва» произошла групповая драка. Прибывшие полицейские обнаружили здесь смертельно раненого молодого парня. Им оказался 21-летний Ильхам Алиев. Благодаря камере видеонаблюдения, зафиксировавшей драку, по горячим следам были установлены все участники событий. В том числе под подозрением оказались один сотрудник полиции и судья одного из районных судов. В отношении них сразу последовали меры воздействия. По данному факту служебная проверка проведена. Установлен факт грубейшего нарушения норм судейской этики. Мы считаем, что его действия порочат звание судей и умаляют авторитет системы в целом, в связи с чем комиссия по судейской этике рассмотрела данную проверку. Последствия попал и полицейский. Действительно, на месте происшествия был сотрудник полиции. Роль сотрудника определена. Вина в совершении преступления предусмотрена статьей 293 части 3 УК РК «Хулиганство». Однако основными обвиняемыми по данному делу, как определило следствие, стали Алпиисов и Бабашев. К полиции и суду они никакого отношения не имеют. Корреспонденты продолжают отслеживать развитие процесса.